Это output не нагружать каналы. Значит, Сегодня у нас основной докладчик, Вы, верите, это будет Юлия Николаевна Главчева она нам будет рассказывать по electrical библиотеке экрπ unfortunately без ничего попытаюсь немножко как бы вступление сделать очень но коллеги собственно ряд по итогам первой недели что у нас сложилось на первой неделе значит у нас работает в курсе 50 человек планировалось что мы будем проводить занятия только для 20 но приняли решение так возможно всем вам участвовать в этом курсе сожалению для некоторых курс я понимаю он достаточно тяжелый для некоторых для некоторых может быть даже и не сложно ну и вторая сложность конечно возникает в том что курс пилотный поэтому многие вещи мы даем вам больше на самостоятельную разработку например на прошлой неделе вы практически с твиттером знакомились мы просто вам объяснили зачем он нам нужен показали попытались показать такой небольшой опрос провел в общем то я конечно стопроцентного успеха не достиг но по крайней мере я попытался вам показать что в общем то аккуратор без твиттера практически работать не сможет то есть ему будет очень сложно очень сложно работать это я пытался показывать ну по крайней мере это второе значит это первый ну второй у нас был блок тут ситуация была немножко полегче значит что в итоге мы с вами получили работала 30 человек то есть 30 человек которые оставляли какие-то сожжения что-то делали 20 человек это наблюдатели ну в общем то это для открытых курсов это нормально практически 60 человек 60 процентов работающих в таких курсах показатель очень высокий ну вы наверно все читали о том что вот эти муки да ну как там вообще процент участия составляет 10 процентов у нас с вами все таки цифра немножко больше второй момент значит у нас получилось с вами 24 проекта то есть в конце курса я надеюсь что у нас все будет в порядке в конце курса нам предстоит тоже с вами очень большая работа значит каждый презентуя свой проект в общем то вы должны к этому готовится значит это то что касается недели то есть работа я считаю была очень активной под тем показателем которые есть значит теперь то что касается этой недели добавлять проекты можно можно пожалуйста значит если кто-то еще не предложить свой проект пожалуйста давайте название в общем то даже я думаю что это на последней неделе если вдруг кто-то захочет продекларировать проект последнюю неделю пожалуйста это может быть даже на последнюю неделю в конце концов важен ваш результат важно ваша точка зрения мнение там и так далее и так далее то есть мы постараемся дать возможность всем кто участвовал в общем высказаться рассказать о своих наработках о своих идеях высказаться я думаю что это будет очень полезно надпись веселая кратер содержание электронная библиотека вы имеете ввиду вот это веселая а буквы разные вы знаете буквы разные это визит искажают сожалению значит коллеги то что касается проекта я ближайшее время постараюсь открыть и мы с вами там совместно сформулируем требования к нашему проекту то есть не я буду вам рассказывать что бы я хотел увидеть в вашем проекте а мы с вами вместе выскажемся что должно быть а потом оттуда определим собственно минимальный объем информации максимальный я думаю что это будет нормально почему потому что все таки проект это ваш вы его делаете для себя своими конкретными целями это главное а мы с вами просто должны ваши взгляды как-то обобщить и сделать какой-то обобщенный взгляд на это значит теперь то что касается этой недели значит я на этой неделе включил вам два инструмента которыми я предлагаю вам познакомиться это диего сестра закладок позволяющие делать закладки на веб-страничках первая система и вторая система это заметки заметки вы можете в принципе выделять на любой странице цитаты и записывать его в свою записную книжку я хочу чтобы вы познакомились я считаю что это не исключено инструментов куратора содержания то что касается диего я попытался вначале предложил несколько несколько вариантов изменения я предложил один константин леонидович меня немножко покритиковал и я тогда предложил вам второй вариант в принципе вы можете пользоваться любым вариантом то есть первый вы можете зарегистрироваться в диего и и коммуницировать страницы теоретические странички нашего курса то есть именно по делу то есть задавать там выделять текст задавать по этому тексту вопросы и я надеюсь что Юлия Николаевна будет все это просматривать я ей буду помогать в этом и она будет вам отвечать на ваши вопросы это первый вариант второй вариант вы можете комментировать те файлы которые вы находите по теме своего проекта то есть вы нашли тему нашел ошибку не критиковал нет но там с отключением диего там были некоторые у меня на думаю возможности возникли он меня неправильно проинформировал в общем то я был уверен что я вас всех пригласил а на самом деле ничего не получилось это я разобрался значит вот два варианта применения диего то есть я еще раз подчеркиваю первый вариант вы можете просто познакомиться с диего и после этого начать комментировать делать заклад на 4 файлах теоретического материала с вопросами замечаниями предложениями пожеланиями во второй вариант вы в библиотечных системах находите материал который вам нужен для вашего проекта и там эти комментарии ну соответственно нам открываете чтобы мы могли посмотреть вот как вы работаете с этими документами то есть это инструменты в принципе что куратор содержания без персональной учебной среды без инструментов работать не может мы этим будем много заниматься следующая неделя у нас вообще будет посвящена персональным учебным средам там мы будем осваивать другие инструменты но это я вот выделил отдельно как бы на мой взгляд пчевые и чем раньше вы с ними познакомитесь чем быстрее вы их освоите тем больше пользы будет для вашего проекта теперь то что касается содержание вашей работы на этой неделе значит Юлия Николаевна она сейчас вам это все очень подробно расскажет она подобрала материалы по библиотечным системам значит это дает вам возможность осуществить поиск в разных системах по теме вашего проекта и собрать себе какое-то определенное количество материалов для проекта вот собственно говоря задача которая у вас состоит вы должны используя все каждая система будет давать вам разные результаты соответственно вы должны посмотреть какая система дает вам лучший результат вы можете искать по фамилии вот в твиттере что-то нашли вы хотите по фамилии его определить что он опубликовал насколько он авторитетный ученый о нем знает не знает и так далее то есть это вы определяете и фактически вот на этом материале вы можете теперь опробовать Диего можете опробовать Эверноут вот основные задачи которые стоят у вас на этой неделе то что прописано в практике ну и в конце недели не понятно вы очень активно очень интересные блоги я с удовольствием их читал к сожалению у меня сейчас немножко немножко цепь но я надеюсь что я все таки тоже в ходе этого курса все таки несколько блогов постараюсь тоже написать но пока не получается значит коллеги это все что я вам хотел сказать если у вас вопросов нет то я передам слово Юрию Николаевне значит вопрос о теме допустимо ли поменять тему конечно допустимо я еще раз подчеркиваю значит тема которую вы даете она предварительная не поздно будет то есть это это типа заявки это заявка просто мы с вами по этому списку видим что в конце курса нам надо будет заслушать вот на данный момент 24 проекта 24 проекта нам слушать ну давайте мы можем посчитать по 10 минут если каждому то на этом у нас уйдет с вами уже 6 часов то есть 6 часов мы должны с вами каким-то образом допланировать то есть может быть надо будет начинать допустим не на последней неделе может быть какой-то вебинар провести на шестой неделе потом на седьмой неделе и на восьмой наверное объединятся групповые проекты ну групповые проекты понимаете это надо вам самостоятельно объединяться пожалуйста если есть родственные проекты и вы хотите объединить несколько проектов я думаю что никто возражать не будет это кстати тоже интересный опыт в общем то и потом в блоге описать более подробно менять формат доклада ну вы знаете можно сделать каким образом это тоже вот то что я хочу обсуждать с вами например вариант такой перед защитой проекта пишется в котором расписано цели задачи идеи все что получено по данному проекту для того чтобы мы могли познакомиться и после этого вот как он указывает дается пять минут на выступление то есть аудитория уже готова она знает вашу тему и в принципе на выступление и ну на пять минут на вопросы а может быть и меньше и тогда мы можем допустим за один вебинар ну где-то наверное докладов десять послушать ну то есть нам увидеть если вебинар мы десять докладов значит у нас уйдет три вебинара ну давайте мы эти вопросы будем решать в цель в общем-то это раз будем определять схему по тематике я еще раз подчеркиваю у вас нет проблем вы можете тему менять вы можете заявлять позже но просто ситуация такая чем раньше вы заявите тем четче нам будет понятно как распланировать наши все защиты то если мы будем рассчитывать 24 проекта а последний момент появится еще десять нам придется еще один лишний проводить все могут быть готовы понятно у каждого есть свои проблемы так вы заявляетесь что вы будете 24 человек это те которые будут поступать тем может поменяться я считаю это нормально в принципе чем раньше вы поменяете тем лучше почему потому что появилась идея групповой проект вот давайте давайте пробовать я думаю что это если с нашей стороны надо какая-то помощь мы можем для групп мы можем сделать форум очень-то или еще что-то ну что-то в курсе какие вопросы еще коллеги ну давайте так мы сейчас дадим слово Юле Николаевне а в конце я думаю что мы вернемся еще к этому разговору при подведении итогов мы еще к этому я отключаю смотри он Юлия Николаевна все должно быть так все я передаю вам слово подключился на наш вебинар я благодарю всех за отзывы я очень внимательно изучила пожелания рекомендации вопрос и так далее значит было даже пожелание самый активный у нас участник это все-таки Константин Бугайчук у него даже был такой вопрос что мало раскрыта тема о роли библиотекаря об изменении роли библиотекаря дело в том что мы эту задачу предстот бы не ставили об этом можно говорить очень долго и на это есть объективные причины поэтому все-таки свои как бы ударение я ставила о кураторе о роли куратора о том чем ему пользоваться как ему работать с информацией и так далее я камеру выключу для того чтобы была скорость нормальная и чтобы я на нее не отвлекалась информации можно много невозможно описать в одном списке все источники информации потому что темы разные владельцы информации разные и так далее поэтому я ставила перед собой основной задачей это показать инструменты для поиска их отличия между собой их внутреннюю составляющую все мы знаем такую ну пословицу трудно искать черную кошку в черной комнате особенно если ее там нет так вот можно взять поисковый инструмент и искать ту информацию которую по теории там просто внутри нельзя найти таким образом массу усилий массу времени и не получить желаемого результата на мой взгляд куратор должен уметь работать в любом тематическом поле то есть вы наверное обратили внимание что у меня нет никаких приоритетов по тематике у меня есть разные примеры у меня есть разные тематические базы данных просто для того чтобы продемонстрировать какие они бывают и в чем их суть также на мой взгляд было бы некорректно подавать просто список источников почему потому что ежемесячно в информационной среде проходят какие-то изменения тысячи информационных сайтов появляются тысячи информационных сайтов исчезают сотни меняют адреса если кому-то интересно в принципе вы можете сами найти вот украинский хостмастер он дает ежемесячную информацию по статистике и там очень четко прослеживается насколько эта среда меняется каждый месяц и каждый день и конечно же показать инструменты вероятно логично было бы здесь рассмотреть не просто поисковые системы и инструменты а еще и методику поиска в каждой системе но это еще более требует большего времени поэтому я так считаю что те инструменты которые владимир николаевич всем сейчас дает для изучения они дают возможность самостоятельно изучить методику поиска потому что навыки в информационной среде социальных сетях и так далее они какие-то базовые знания дают и я думаю что вы без труда сможете уже освоить саму методику работы с этими инструментами значит по отзывам на мой материал я несколько увидела таких моментов которые наверное не совсем совпадают с моей точки зрения может быть это объективная точка зрения а может быть это практический опыт например было такое мнение что очень полезно было бы иметь в подборке каких-то ресурсов я еще хотела его так в самом начале уточнить что может быть у нас происходит разночтение терминологии то есть мы одними и теми же словами называем разные вещи и конечно же подразумеваем каждый свое почему я взяла именно поисковые системы а не библиотечные ресурсы потому что с помощью поисковых систем вы сможете найти любые ресурсы в기가 данных для меня сейчас например нет разделение библиотечные ресурсы информационные ресурсы упорядоченная информация состоящее μέро и информационные ресурсы, то есть структурированные, упорядоченные, достоверные, авторитетные источники и так далее. Вот я расскажу немножко о нашем опыте в фактическом библиотечном. Да, когда начинался интернет, 10 лет назад мы создавали подборки ресурсов. Вот сейчас вы видите страничку, такая и сейчас у нас находится на сайте. Мы подбирали библиотеки, тогда еще они не индексировали с поисковыми системами, их было сложно найти. Мы выискивали на звонки, в общем, каждый адрес библиотеки мы вносили в эти списки. Да, ими пользовались. Мы тратим регулярно время на то, чтобы проверить, работают ли эти ссылки. И в итоге вот сейчас счетчик, который на нашем сайте находится, он нам показывает, что этот ресурс теряет свою популярность, потому что сейчас пользователю проще в поисковой системе задать имя, а не искать где-то в каком-то сайте, вот такой вот сборочек источников. А теперь переходим к поисковым системам. Ну, поисковые системы. Такой слоган, все его слышат, он на слуху, найдется все. А вот вопрос, что же все там найдется, это очень удобно, мы привыкли. Значит, общие поисковые системы, они относятся, классифицируются как вербальные поисковые системы. Почему они нам удобны? Потому что мы задаем запросы на естественном языке, как нам удобно. Ну, иногда используемся расширенным поиском, и то не всегда, потому что мы привыкли, что нам идет результат не просто то, что найдено, а он еще ранжируется в соответствии с популярностью ресурса, в соответствии с его весом, достоверностью и так далее. Вот я предлагаю, если кто-то проводит такой анализ ресурсов на показатели, прейдж-ранг, например, или тематический индекс цитирования, эти показатели они относятся к сайтам, страницам, разделам сайта и так далее, но они не могут все-таки в полной мере оценить качество информации и не подсказать пользователю, что же лучше использовать. Для примера я взяла, значит, показатели для библиотеки Короленко, это областная научная библиотека, мы можем видеть, что я не буду аккетировать внимание на всех показателях, это очень удобный ресурс, потому что здесь собраны, вот здесь вот, вы видите, эти закладочки, здесь собрана информация аналитическая на этот сайт по вот этим вот всем системам, и можно сразу все пройти и посмотреть, что же с точки зрения каждой поисковой системы касается этого ресурса. Так вот, библиотека Короленко, мы видим, что у нее тематический индекс цитирования 750, пейдж-ранг 6 из возможных 10, то есть чуть-чуть выше среднего результата. Вот это вот наша библиотека, наша библиотека тоже имеет пейдж-ранг 6, мы держим эту как бы оценку, никак не можем перейти этот барьер, например, на 7, и вот еще я могу продемонстрировать гугл индекс, который в последнее время у нас очень сильно упал. У нас был такой момент, когда в течение недели, а даже больше, по техническим причинам наш сайт не работал, и вот с этого момента у нас произошло такое вот падение вот этого вот показателя. То есть это тоже демонстрирует то, что наш ресурс работал нестабильно. Теперь будем наверстывать. Ну и вот такое вот сравнение «Я лабори.ру», большая библиотека электронная российская, у нее показатель пейдж-ранг 7, и у нее индекс тематического цитирования уже 10 тысяч. То есть тут показатель, что действительно этот ресурс цитируют, цитируют, им пользуются, и среди интернет на него очень много ссылок. Уже можно ориентироваться. Ну и очень важным является то, что мы не понимаем до конца, какие источники проиндексированы поисковыми системами, потому что поисковая система индексирует все, что ей доступно, она не фильтрует информацию, и таким образом, получая массу результатов, необходимо тратить свое личное время на то, чтобы это отсортировать, понять, насколько источник достоверный, и делать окончательный выбор поисковой информации. Специализированные поисковые системы, они уже индексируют не все подряд, а специализируются на чем-то одном. Я условно разделила. Здесь идут вопросы, я не знаю, как мне по ходу отвечать, или потом в конце. Владимир Николаевич, подскажите, пожалуйста. Попробуйте отвечать сейчас. Ну, если вам сложно, если сложно, вы просто не потеряете. В конце вы потеряете эти вопросы. Лучше по ходу постарайтесь тогда ответить. Ну, вот я вижу, что уже адрес подказали, надо что-то пойдем дальше. Я могу анализировать соориенованные системы по охвату, потому что глобальные, как противные, георгальные, там, это степень взаимодействия, степень взаимодействия, то есть иногда одна система интегрируется в другую, и таким образом можно, проведя поисковые вопросы, получить результат по нередкости. Там есть такая информация в моей теории. По уровню доступа и по временному охвату индексированных источников. Какая здесь прослеживается особенная? Здесь прослеживается особенность такая, что если какие-то ресурсы хранятся в виде баз данных, вот, например, я вам демонстрировала наш лицо, вот, который можно обидеть в глубинном охвате, но не инвестируется по этой системе. Действительно, поисковые системы. Значит, если я буду искать и надеяться, что я выведу документы из наших фондов, то, конечно, у меня такого батарея не получится. Они для меня будут доступны. А для того, что это библиотеки сегодня, я думаю, что это является реликонным прокурором. Что же делать? Это у нас в обедении библиотеки. Библиотеки создают сводные каталоги. Если не получаете индексированную культурную систему, то, как они поддерживают стандартный формат описания данных, коммуникации, 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 коммуникации. Их очень легко за собой свести. И таким образом нам введение на происходящую систему получить сразу данные. Получить сразу данные. Пока я искала в поисковой системе пример украинского, на кого такой сводный каталог. Восстановился? Хорошо, хорошо. Пока я искала сводный каталог украинских библиотек, мне поисковая система подсказала очень много различных сводных каталогов. И Томск, и Омск, и Архангельск, и так далее. Поэтому, правильно задав корректный вопрос, вы всегда даже увидите еще и подсказку поисковика. В России это создана федеральная программа, исполнительная федеральная программа является ГПНТВ России, которая создает работу по интеграции электронных ополосов в Академию Google. Вот сейчас здесь находится страница своей информации, для того, чтобы пользователь мог произвести этот академий и сразу увидеть, в каких библиотеках находится заданная им информация, и сразу же будет агранжирована ему в первой позиции библиотека, которая будет статистически, то есть даже об этом позаботились. Вот такие вот планы, и они сейчас приведут, которые подписали в этом направлении соглашение ГПНТВ, и будем проводить вопросы. Проводить этот раз будет. Электронная библиотека. Здесь представлены некоторые листы, как она создается. Если брать нашу библиотеку, то она создается по третьему конкурсу Электронная информационная технология по электронной библиотеке. Я выращиваюсь в одном из компаниях, которая ведет систему ароматизации. То есть это наша система авторизации, по созданию электронную библиотеку с полными текстами. Электронная библиотека работает, для читателей, зарегистрированных в этой сессии. И таким образом мы обеспечиваем авторизацию нашим полным текстом. Хочется еще отметить, что такое отличие традиционного библиотечного карточного каталога от электронного. Если традиционно важно первый автор, второй автор, три, от этого зависит от места карточки, картосеки, то в электронном каталоге независимо от каких автора, я даю, что первым картосеком мы будем искать по виду конкурсов, кому мы такой автору и можем задавать абсолютно в любой последовательности. Как состоит электронная библиотека? Электронная библиотека состоит из коллекции. Коллекции формируются по какому-то принципу, это зависит от библиотеки, может быть, нет, как коллекция, может быть, одна. Из коллекции формируются формируются ресурсы. Вот здесь у меня представлены несколько классификаций коллекций по типу основного продукта, то есть, что в ней может содержаться, электронная библиотека, социальные документы и так далее. Проблемы несколько систем, которая фиксируется глобально как пространство. Например, Google Академия, что тут можно найти? Как строится Google Google больше, чем считать. Это вызвано настройки о том, что Google Google содержит научные статьи. Научные статьи из всех других инвентаркций сформируются но здесь не инвентаркций кон 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 я прошу прощения, звук, конечно, ужасный. Вот коллеги предлагают вам выйти и зайти. Я не знаю, просто как звук звук Мой звук нормально идет, да? Я подошу. Да. Вот давайте, мы напрягнемся на пару минут, чтобы вы могли зайти, выйти. И возможно, что просто у вас наладится. С какой-то, наверное, это все-таки у вас, может быть, система немножко дает. хорошо? Потому что очень рвется очень сильно. А мне нормально, да, коллеги идет? Ну, это в начале нормально тоже шло. Нет, я включаю микрофон, я не мешаю ей. А вы имеете в виду, что не идет в микрофонах? А не, я не думаю. Сейчас она появится, забыли этот вопрос. вопрос. Да, пожалуйста, Наталья Ефимовна, я статью перешну туда, организаторам, они с вами свяжутся по оформлению. Оформление с вами свяжутся. так, скажите, скажите, что не вы послышали, как звук у нас. вопрос. переключу вас не слышу. У вас не кончится. Не слышно. Он у вас все равно приводит. А может немножко вас показывает микрофон немножко дальше от арта. Попробуйте так. А так? Ну, скажите сразу скажите или микрофон лучше так? А как будет говорить? Так лучше? Да, да. Вот сейчас немножко лучше стало. Мне еще поговорить. Хорошо. Сразу скажите. Чтобы не пишите вот хорошо, мы продолжаем. А теперь по поводу черной кошки. Что же мы находим, если мы ищем Google Академии? Google Академии не говорится конкретно об индексируемых источниках, а говорится о том, что это научные статьи и о том, что это на всех языках, во всех странах и в течение достаточно большого количества времени. Для сравнения, Майкрософт Академии что же здесь находится? В отличие от предыдущей поисковой системы, здесь идет очень подробная информация по контенту. На этой страничке показано начало этого большого сиска, вот БУК-КАА, он достаточно большой, и здесь если его изучить, то видно, что представлены большие издательства, большие некоммерческие организации, поставщики научной информации, это не говорит о том, что все тексты свободно доступны, но о том, что можно увидеть, какой автор, какую статью, в каком издании написал, эта система нам позволит, и эта система также присваивает свои индексы. Здесь я выбрала несколько индексируемых источников, те, которые у нас на слуху, которые знают, наши сотрудники точно все знают эти ресурсы, это Кембридж Университи Пресс, то есть издательство Кембриджа, издательство Оксфорда, библиотека Центральной Восточной Европы онлайновая индексируется, Шпрингер, первый журнал открытого доступа, Арксид, индексируется. Кстати, по вот этому списку доступных источников можно даже для себя открыть новые ресурсы, новые ресурсы, которые они не выражены напрямую где-то в интернет, и когда мы ищем название ресурса, но по этому списку мы можем это проследить. По поводу языков, я еще буду каждому конкретно писать, кто уже выполнял свои задания, я вижу, что Константин Гугайчук проводил поиск по двум языкам в этом ресурсе. Здесь присутствует не только английский язык, но и в частности и русский. Здесь у меня был опрос по образованию, образование в области библиотечных информационных наук и так далее. Попался на документ. И, конечно же, когда делаются какие-то выводы, какие-то важные принимаются решения, нужно быть уверенным, что информация достоверна, что источник очень-очень надежный, поэтому необходимо брать информацию на официальных сайтах организации владельцев этой информации. Например, проводился опрос в Европе 101 ученого. Меня, конечно, удивило такое количество опрошенных, но, тем не менее, такие сведения были о том, что же они используют. Вот здесь представлены иностранные базы данных, которые используют и в процентное соотношение. также по опросу вузов европейских по поставщикам информации. На первое место вышли Шпрингер, вышли Эльзивир, абсолютно те же самые компании. Может быть, эти компании тем и пользуются, что, например, на нашей территории подписка на ресурсы, к сожалению, недоступна, и мы не можем себе такого позволить. Но, тем не менее, будет ряд неконфердонизаций, которые нам позволяют получать информацию бесплатно. Также в моем теоретическом материале представлены примеры по компании, о вид которой ежемесячно открывается в сезоне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! У меня отвечено, что вы выключили микрофон. Микрофон свой попробуйте включить, он у вас выключен. А, вот сейчас он нормально. Попробую себя заварить. Пока не слышно. Затси. Не слышно? не слышно? Я продолжаю. Даже вот эти коммерческие организации, которые предоставляют свои ресурсы заплату, они частично открывают часть своих ресурсов в бесплатный свободный доступ. Если взять вот издательство Springer, у них более 300 журналов в открытом доступе находится. Если взять, к примеру, Ovid база данных, они открывают ежемесячно по одному ресурсу и по одному журналу свободный доступ. Сембрич, у них тоже часть ресурсов свободно открыта. Как же вы там списочки не... Опять звук исчез. Юлия Николаевна, у вас микрофон отключается. Я смотрю, он опять написан отключен микрофон. А сейчас к нему чем? Нет, стройный, стройный, а он может быть из-за тысячи вставок собирает силу вжижения открытый доступ. Открытый доступ, он базируется на ряде документов, я не буду на них останавливаться, они немножечко представлены, но они идеей идеей для себя. Нет, мы включаем, но не слышно, да? стоим. Я не думаю, вас не слышно, сейчас слышно, как-то прорывается звук вас, Смотрите, у вас на верхней панели метрофон Есть такой в Великобритании В Великобритании есть эксперт который занимается цифровыми технологиями в образовании и в исследовании Так вот, по его имению здесь представлен его сайт Что это? Открытый доступ Открытый доступ это литература выложенная в онлайновом доступе бесплатная это труды конференции диссертации и так далее не будут дочитывать до конца и что не является открытым доступом Очень многие трактуют открытый доступ как некачественную информацию которую просто выкладывают интернет для пользования На самом деле она таковой не является потому что за каждым открытым доступом стоит конкретная организация ВУЗ или исследовательский центр и таким образом это уже само собой доказывает о том, что информация достоверная Открытый доступ делится на журналы открытого доступа и архивы открытого доступа подзывом направления Многие уже директории журналов открытого доступа значит в этой директории журналов открытого доступа находятся и украинские журналы их там порядка наверное 60 может быть я точно цифру не помню но тем не менее они есть они пополняются в перспективе вхождения в эту базу данных и уже техническая база создана и журналы издания ХПИ куда подойдут также присутствие в этой базе данных поощряется такими наукометрическими платформами как Web of Science и Скокус и на этой базе есть журналы которые индексируются в этих базах данных вот здесь вот вы видите страничка с тематическими рубриками которыми направляются журналы также кроме журналов есть архивы открытого доступа репозитарии так называемые за каждым репозитарием стоит определенная организация поэтому они очень часто называются институционные репозитарии политика таких репозитаров а что автор опубликовавший это опубликовавший свою статью в рейтинге в каком-то закрытом журнале через несколько лет имеет право эту же информацию опубликовать в другом месте и вот такими вот базами в которых эти авторы публикуют повторно в своих статьях у которых прошел термин эмбарго является репозитария есть такой информационный консорском в Украине который занимается доступом в югах и иностранных подданных руководителем этого консорса является Васильев он проводил исследование он брал статьи из рейтинговых журналов и просто вот искал их в репозитарии так вот по его опыту реально найти эти статьи которые недоступны или недоступны для оплаты в репозитариях ну конечно он потратил много времени он рассказывал сколько пришлось пересмотреть источников сколько пришлось делать поисковых вопросов поисковых вопросов но тем не менее его эксперимент завершился вот здесь вы видите красным объедином красным объедином что на этой платформе можно провести поиск по всем репозитариям также на этой платформе можно посмотреть статистику по репозитариям здесь можно выгрузить статистику по континентам по государствам по видам я несколько таких статистических данных вот выгрузила сейчас я вам покажу и в теоретическом материале там есть буквально одна-два статистику здесь представлена тематика по нашей тематике вот education мы видим что это не так много в основном идут репозитарии мультидисциплинарные вот верхние части то есть где представлены разные тематики а обратно образовательных репозитариев в которых идет еще образование вот мы можем посмотреть соответственно по шкале идти и по языкам языков присутствует очень много там очень-очень такая длинная схема какие там языки присутствуют ну даже мы можем увидеть что украинского языка на сегодняшний день в репозитариях зарегистрированных в этом территории больше чем русского чуть-чуть ну и в основном английский язык конечно присутствует на первой позиции практически во всех базах данных точно так же все ссылки на регистры открытого доступа директории открытого доступа они все имеют возможность одновременного поиска во всех репозитариях это очень-очень удобно здесь представлен репозитарий украинский хорвестер на этой шкале показаны репозитарии которые индексируются в этой системе таким образом здесь можно провести вот есть кошек кошек одновременно во всех репозитариях Украины до 30 на сегодняшний день было пожелание немножечко поговорить о семантическом поиске семантический поиск это отдельный такой большой-большой раздел я немножечко его затрону я немножечко на сегодняшний день затрону в том плане какой практический опыт нашей библиотеки есть в области создания семантической паутины это определение из Википедии я ввела самое простое что это такое вот и что же там информация о проекте дублинское ядро идет ссылочка на стать про эти метаданные даблин для того чтобы сделать унифицировать стандартные метаданные и таким образом позволить системам между собой взаимодействовать то есть обеспечить семантическую интероперабельность данных создан такой вот проект дублинское ядро это стандарт описания метаданных который имеет в себе обязательные элементы до 15 и имеет там расширенное количество элементов и таким образом если все системы придерживаются вот этого стандарта и имеют протокол обмена информации называется open archiv initiative called method harvesting то есть сборщик метаданных который собирает у себя вот эти все описательные данные на своей платформе он проводит поиск поэти метаданных а уже стандартному документу направляет непосредственно в тому хранитель таким образом обесчачивается взаимодействие разных тем на разных платформах и еще один небольшой практический опыт в этой области значит мы рассматриваем в нашей библиотеке семантическую платформу для репозитария эта семантичная платформа разработана компанией Microsoft она выпуляет веянии словарей антологии классифика семантическая вычисленная форма для хранения экспонирования и так далее но к сожалению мы столкнулись с той проблемой что для нашего необходимо вводить метаданные не только на русском или украинском их нужно обязательно сопровождать английским языком научного общения а эта платформа так как она вот здесь у меня представлен пример здесь представлен пример уже работоспособной версии этой программы ее используют за рубежом поэтому перед ними не стоит задачи описания многоязычных метаданных у них все метаданные идут на английском языке на одном языке научного общения это очень интересно я вам рекомендую посмотреть попробовать каждый элемент здесь движется каждый элемент возможность перехода наши возможности технические и знания то мы тоже постараемся эту платформу реализовать у нас для этих как нормы она не адаптирована в частности как я говорю мы не можем себе позволить описать метадан вот ну и конечно имея такую массу информации такое количество журналов авторов наверное мы привыкли всегда какую-то статистику свести статистику сравнивать переводить в цифры сравнивать цифры вот в мире существует множество разных рейтингов там вузов научных организаций стран и очень много этих рейтингов базируется на данных вот этих вот двух научно-коррических платформ это Web of Science и Focus об этих платформах можно говорить очень-очень-очень много вот но для того чтобы начать с ними работать вот необходимо представлять что они пересекаются здесь представлена информация в наглядном таком виде что ядром те журналы которые присутствуют на обоих платформах это вот 10600 252 журнала присутствуют и на одной платформе и на другой и Web of Science имеющий еще плюс 84 наименование журнала а Focus 8769 принято считать что две эти платформы имеют две трети мировых научных журналов а каждая из них в отдельности составляет количество одной треть мировых научных журналов и вот мы видим что они пересекаются теоретическом материале у меня поданы списки журналов одной платформы и второй платформы также там есть информация о том как определить какие журналы в открытом доступе какие журналы находятся какие журналы нам недоступны не находятся на темах искрытым доступом также важным моментом является şu что припад данных в этих данных кроме тематической информации и проблемах также подается информация у субъектов. Авторы, организации, города, страны, тоже. А ведь можно увидеть и организацию, которая занимается этой информацией. И зайти на сайт организации, и таким образом пойдет цепочка не только автор, а издания, организации. Вероятно, что на сайте этой организации еще что-то выложено. То есть работа это все творчество. Вы можете представлять для себя ресурсы, вы можете сами составлять для себя эти цепочки ваших действий. Но это все творчество, и это ваших конкретных задач. Почему проблематично работать с этими базами данных? Потому что с нашего региона их данные в Тинчино, и эта проблема и поставлена сейчас министерством, для того, чтобы подтолкнуть издательство, войти в эти базы данных. Ну и высокая подписка, вряд ли как снизация, может себе подсколить приобрести эти базы данных и пользоваться их. Поэтому существуют некоммерческие наукомертические продукты, которые тоже позволяют в таком вот числовом формате производить сравнение журналов с публикационной деятельностью, и так далее. Если говорить о форме Web of Science, то она предоставляет так называемый импарт альбус. А платформа дает доступность для всех, который можно увидеть на платформе Country Run. Точно так же этот индекс повторяет в нем журнал Journal Metric. И таким образом если автор решает, где ему публиковаться, посмотреть, какой журнал имеет больше индекс, и таким образом, какой журнал имеет больший вес. И аналогично журналам с большим весом печатаются, наверное, более известные авторы. Могут печататься. тем более, что импакт-фактор не относится к статье АТОМ. А теперь я учла пожелания, чтобы все-таки представить конкретные источники информации. цель. У меня нет только ссылок к системным повседщикам, потому что теоретической части там было много и российские я как-то мало там упоминал. Государственная библиотека, Национальная библиотека. Также хочу отметить, что используя поисковые системы, вы всегда можете выйти на вот такие подборки по источникам информации. Я не знаю, россияне, может быть, не знают нашей научно-учебной сети Уран, где вот такая подборка идет источников информации, поисковых систем научной и немного они повторяют те, о которых я говорила, вот есть там те, которые я не упоминала о них, вот если интересно, можно посмотреть и использовать и эти системы. В Википедии есть вот такая вот страничка, в которой тоже идет подборка академических баз данных и поисковых систем. То есть небольшим пояснением. большая частность будет свободна. Это такая украинская корпорация. Константин Бугайчук говорит, наши должны быть и наши украинские поставщики. Ну, как ни странно, на таком рынке именно таких украинских наших серьезных украинских поставщиков очень-очень мало. Даже я специально привела страничку этого консультата. Здесь собрано до 20 крупных библиотек и организаций. Все собраны вот на этом сайте. И если просмотреть их, то в основном это российские источники и зарубежные источники. Вот такая большая российская ассоциация. Она представляет такой плодный ресурс. Но этот ресурс авторизированный. Он доступен только в территории библиотеки. Вот в этой поисковой системе находится более двух миллионов аналитических описаний статей с временным охватом с 2001 по 2013 год. Но это все доступно либо по подписке, либо доступно нашей библиотеке в рамках корпоративного взаимодействия. Также вот примеры поиска источников. Например, откуда можно найти эти источники. В скобочках я взяла страничку рейтинга Webometrics.info. Как я ее, например, нашла для конкретного задания? Я просто шла на эту страницу, там есть рейтинг исследовательских организаций. И вот в рейтинге исследовательских организаций вот эта организация была на одном из ведущих первых веков. Даже вот такой вот нет в поймах. E-Library очень большая электронная библиотека. Эта библиотека имеет большое количество открытых журналов в свободном доступе, российских, украинских журналов. И очень важным является то, что на основе этой электронной библиотеки формируется российский индекс научного цифрования, который тоже работает. Социумет работает тоже на основании протокола обмена инициатива протокола методейт харвистинг, то есть на основании методанных дублинского ядра. Он зарегистрирован в реестре ресурсов открытого доступа и тоже представляет собой такую научную информационную пространство. Вот это примеры работы в этой среде. Конечный результат документов в открытом доступе. Здесь тоже несколько ресурсов, но так как я с ними не работала подробно. да. Под какие задачи можно использовать названные поисковые системы. не было много слов всем. Смотря что вы хотите найти, что вы хотите для себя решить, напишите пожалуйста. Я еще хочу вернуться к нашему сайту. Работая с читателями, иногда мы видим, такие ресурсы они используют больше. Поэтому у нас создана вот такая база данных, называется ресурс удаленного доступа. Эта база данных содержит ссылки на внешние источники данных. и вот по запросу образования тематическая рубрика можно получить 23 ссылки. сайте, который имеет список. Таким образом формируется не просто список, а еще он имеет какой-то поисковик. И очень большим тусом этой системы является то, что проведя пост данных мы сразу видим, что нашлось по запросу и в других базах данных. И тут несколько слайдов у меня таких визуализировано. На этом слайде показано в словах это термин. и если все это визуализировать на карту, эта система дает такую возможность, то мы видим, что лидером среди публикаций на эту тему является Испания. Вот она выделена самым ярким цветом. Но испанцы они, мне кажется, законодатели информационной идеи. Они первые начинственные деоприятели позитарии, они вежущее берут инициативу по созданию рейтинга и так далее. И вот такая вот еще интересная диаграмма. Эта диаграмма показывает научную деятельность в нашем регионе по годам. и здесь четко прошлеживает АИНа, вот Украина идет, как идет с 1990 года идет по годам. Поехали. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если вы имеете в виду Google Академию, то Google Академию нельзя назвать Всесоюзным институтом научно-технической информации. Google Академия Google Академия, да, но достоверность каждого найденного источника нужно проверять. Потому что точного обхода Google мы не знаем. Многие журналы рейтинговые закрывают свои данные от Google Академии, чтобы туда не попадать принципиально. Поэтому, вот проводилось, кстати, такое исследование проводилось, сравнивали три базы данных в фокус, в Apple Science и в Google Академии. Так вот, тенденции научные в Google Академии, они абсолютно были другими. Если в Apple Science и в фокус, они повторяли тенденции развития тем научных и так далее, то в Google Академии даже эти тенденции не подтверждались. Это просто говорит о том, что совершенно разная информация присутствует в этих системах. Владимир спрашивает, почему нельзя считать научно-техническим источником научно-технической информации. Потому что мы не знаем точного обхода, что он индексирует. Потому что, если я давала в теоретическом материале, по-моему, ссылку, инструкция для веб-мастеров, что нужно сделать, чтобы попасть в Google Академию. В принципе, там такие рекомендации, которые может выполнить любой веб-мастер и выставить на своем сайте. И Google Академия будет понимать, что это научный материал, представленный, фиксировать и будет его фиксировать. А почему закрывают? Это, наверное, политика редакции. Политика редакции. Почему-то пишут библиотекарь и жаденые. Наоборот, библиотекарь и все готовы отдать и подсказать. Авторы жаденые. Да вы знаете, нет. Еще вопросы? Я, может быть, какую-то пропустила, тогда повторите, напишите его еще. Владислав задает вопрос по поводу библиотеки ХАПИ. Нет, библиотека ХАПИ не заключала договор. Библиотека ХАПИ не заключала договор о предоставлении доступа к электронному форту. Потому что доступ этот платный. Доступ этот платный. Диссертации – это отдельное правовое поле, которому нельзя платный так получить доступ. Тем более, он его не хочет получить в рамках экспоративных проектов, как это мы делаем с другими ресурсами. Но, но, там есть платные услуги и науку можно, на принципе, доказывать. Мы делали это для наших сотрудников. Я точно не помню, извините, если ошибусь, если это вам нужно, я уточню. Там 50 рублей страница. Но я приношу извинения, если я что-то перепутала. Но автор был рад, потому что для него эта сумма на данный момент была незначительной в сравнении с тем, что он получит нужную информацию. Владимир Николаевич, если позволите, я тогда несколько слайдов по поиску в нашем каталоге. Ну, как коллеги, коллеги готовы еще воспринять материал. Я могу вас два слова буквально сказать. Сейчас, секундочку. Мне попалась масса материала, которым была, ну, будем говорить так, тяжба между издательствами, в частности, «Олсевер» и авторами. Авторы настаивали на том, чтобы издательство через 3-5 открывали те публикации, которые были сделаны в журналах. Потому что автор заинтересован, чтобы журналы были открыты. А издательство, в частности, «Олсевер», как один из монополистов, вот вы тут они много слышали. Они заинтересованы в том, чтобы как больше держать закрытыми материалы. И все-таки авторы добились, как вы обратили внимание, что те или другие журналы на короткий, небольшой период, открываются в открытый доступ, чтобы мы могли оттуда извлекать информацию. Вот такое движение и есть. Ну, это я просто, конечно, в 3-5 копеек добавил в доклад Юрина Николаевна. Юрина Николаевна, я вам слово. Я очень быстро, я просто хочу продемонстрировать это, потому что такие поисковые системы, это называется поисковая система ИРБИС, система стезарских библиотек. Их используют в очень большом количестве организаций, в том числе и России. Это ГПНТБ создало этот продукт, он очень популярный, и я считаю, что он соответствует требованиям библиотеки. Для зарегистрированных читателей. Авторизация проходит, выдается читателю пароль, который он вводит, и вносит свою комиссию. После этого ему будут доступны все ссылки на полные тексты. Вот у нас на сегодняшний день в библиотеке присутствует 6 баз данных на сайте. Вот такие вот виды поиска, рубрикаторы, тематические, в том числе можно посмотреть спокойно статистику, как сегодня читатели использовали электронный каталог. Результаты бывают очень разные, бывает и больше 10 тысяч запросов за день каталог выполняется. В области меню «Стандартный поиск» чаще всего пользуются виды поиска. Автор догладия, ключевые слова и так далее. Это самый легкий, самый простой поиск, который открывается по умолчанию у нас на сайте. Вот, можно выбрать из поискового словаря для того, чтобы уточнить. Вот, стандартный поиск, можно по автору проводить. Я очень быстро пролистываю, тут все понятно, просто наглядно показываю. Год и так далее. Базы данных, те, которые вы здесь представлены. Да, я отвечаю на вопрос. Это все базы данных мы создаем сами. Это наш электронный каталог. Мы разделили отдельно книжные издания, отдельно журналы и аналитическое описание. Это наш каталог редкой книги, наши полнотекстовые базы данных, которые тоже мы формируем сами на основании этой системы. И вот база данных удаленных ресурсов, которые я тоже раньше показывала. Мы рисуем, но очень-очень мало, ввиду того, что все это очень дорого. Разные виды поиска. Вот поиск расширенный, где можно еще уточнять и добавлять дополнительные параметры. Это профессиональный поиск, это все находится в правой части. Вот здесь вот расписано результаты, какую информацию где показывают при выведении результата поиска. Что значит найти похожее? Найти похожее внизу каждой записи, это значит еще раз сформировать запрос, который включает все ключевые слова, найденные в конкретной записи. Чтобы не повторять опять этот поисковый запрос. Ну вот так вот, если кратенько, немножко проиллюстрировать поиск в тронамках. Также я еще хотела дополнить, здесь был вопрос по поводу того, что издательства хотят деньги и так далее. Бизнесмены, по опыту работы очень многие издательства дают раз в год временный бесплатный доступ. Поэтому мы иногда пользуемся таким образом, мы отображаем в этих базах данных. Если нам интересна информация, какие-то журналы, мы обращаемся к издателям, нам открывают на время этот ресурс. Бывает даже, что издатели нам ставят условие, что ресурс открывается не на библиотеку, а на конкретного зарегистрированного пользователя. И такие есть возможности. А бывает, что обращаются к нам наши читатели и просят, чтобы мы от имени библиотеки открыли этот доступ. То есть, если читатель и пользователь наш нашел этот источник, и он уверен, что он не нужен, то мы всегда можем организовать бесплатный тестовый доступ. Были случаи, когда открывалось на неделю, на две, но в основном открывают на месяц. Вот сейчас у нас в Евромонитор нам открыли всего на 10 дней. Вот такой вот опыт работы. Я могла что-то не прочитать. Коллеги, презентацию я выложу. Все будет. На первой страничке нашего сайта будут даны картинки. Вы их там найдете. Рядом с фирсом аккурата. Еще два слова, Владимир Николаевич. Вы это пожалуйста, пожалуйста. Я еще хочу поговорить по поводу задания. Я понимаю, что может быть задание составлено не точно, не специализировано. Поэтому я буду писать с каждым, кто будет присылать свои отчеты. Мы еще будем дополнительно уточнять, чтобы все-таки для проекта мы сформулировали не просто список каких-то источников формально, а именно список полезных и из тех источников, которые реально можно будет использовать. Поэтому я прошу, пишите на форум. И я с каждым буду подробно обсуждать его результаты и, в общем, помогать, чтобы он вышел на форум. Спасибо. Коллеги, еще какие вопросы возникли сегодня? Для проекта необходимо выбрать инструмент лоратора. Инструменты мы будем рассматривать на шестой... Нет, не на шестой неделе. А, да, инструменты мы будем на шестой неделе рассматривать. Это вы правильно заметили. Противоречия? Нет противоречия. Мы с вами постепенно с некоторыми знакомимся. И инструменты лоратора, в общем-то, ну, насчитывается порядка 30. Вообще-то. Понятно, что 30 осваивать мы не будем. Будем осваивать только те, которые надо. В общем-то, ну, а сейчас есть другие вопросы. Ведь прежде чем пользоваться инструментами, например, скупит, да? Скупит, это один из инструментов аккурата. Половина шоулек, который здесь присутствует, знает, кто это такой. То есть, поэтому мы уже пользуемся этими инструментами. В общем-то, ну, снообразие их навенчений мы будем осваивать чуть похоже. Потому что мы сейчас с вами не выяснили вообще, кто такой куратор, если разобраться. То есть, кого можно считать, кого нельзя считать куратором. То есть, характеристики, компенсации мы не определили. Все это мы будем с вами, коллеги, рассматривать в той очереди. Ну, в течение нашей шестой недели инструменты. Давайте мы этот вопрос обсуждать уже, наверное, с концепта. Правильно ли была построена программа курса? Может быть, действительно надо было инструменты принести немножко раньше? Так, коллеги, если вопросов нет, тогда до следующей среды на вебинаре все вопросы в чате, в форумах по поводу требований к проекту скажем, что мы с вами это обсудим. Всем до свидания. Но есть вопросы, если есть вопросы, я отвечу.